МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волонец. Продукция сельского хозяйства в нашей стране – это одна из составляющих ее экспортного потенциала. В 2019 году выручка от ее экспорта превысила 5 миллиардов долларов. Результат труда белорусских аграриев экспортирует в 88 стран. По экспортному потенциалу продукция сельского хозяйства занимает четвертую позицию и уступает только таким стратегическим направлениям, как нефтепродукты, минеральные удобрения и продукция машиностроения. Вклад Гомельской области в общий объем сельскохозяйственной продукции Беларуси составляет порядка 15%. Тем не менее, по итогам первых четырех месяцев сельхозорганизациями Гомельщины произведено продукции более чем на 530 миллионов рублей. Это четвертый результат среди всех регионов Беларуси. За последнее десятилетие изменилась структура производственных мощностей на селе. Почти в два раза сократилось число частных хозяйств и во столько же увеличилось количество фермеров. Да вот в чем беда. В общем количестве сельхозпредприятий их всего 2%. Практически все производство сельскохозяйственной продукции сегодня сосредоточено в 80% всех субъектов хозяйствования на селе. В целом, прошлый год был удачным для белорусских аграриев. Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, в 2019 году в хозяйствах продажа продукции составила 20 миллиардов 900 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом почти на 3%. Отрасль сумела перекрыть падение производства, которое наблюдалось годом ранее. Начало года также было удачным для отрасли. Прирост еще 5% в январе-апреле. Произведено продукции на 4 миллиарда рублей. Разумеется, в зимние и весенние месяцы основной упор делается на продукцию животноводства. На Гомельщине в начале года выполнены все планы по всей номенклатуре этой продукции. Вместе с тем, область – единственный регион, который не дотянул до планов животноводстве порядка 1%. И в основном произошло это из-за сокращения производства молока. Особенно это заметно на фоне других показателей в этой сфере. А именно в производстве мяса, птицы, яиц, где объемы постоянно растут. Сейчас наступило лето. Время активной поры для производства ряда сельскохозяйственных культур. В текущем году перед белорусскими аграриями поставлена серьезная задача. В целом, по республике, наши организации должны обеспечить производство зерна в объеме более 8 миллионов 100 тысяч тонн, в том числе 6,5 миллионов тонн фуражного. Предполагается вырастить почти 5 миллионов тонн сахарной свеклы, миллион 100 тысяч тонн картофеля, 180 тысяч тонн льно-тресты, 622 тысячи тонн овощей, 170 тысяч тонн плодов и ягод. Начало года оказалось для аграриев не самым удачным. И Гомельщина не исключение. Согласно официального заявления председателя Гомельского областполкома Геннадия Соловья газете «Гомельская правда», в области из-за ветров и весенних заморозков погибло 21 тысяча гектаров посевов. Ситуацию осложнило и отсутствие осадков. В апреле, по информации Белгидромета, в Гомельской области выпало рекордно низкое количество дождей, всего 19% от нормы. Добавили проблем и весенние заморозки. В ответ на вызовы природы в сельскохозяйственных организациях в очередной раз приходится пересевать указанные площади и расширять посевы многолетних трав. В течение последнего десятилетия занимаемые кормовыми культурами посевные площади в Гомельской области выросли почти на 20%. И сегодня занимают больше половины всех сельхозугодий. Это самый высокий показатель по республике. Но руководители сельхозотрасли в регионе полагают, что это нормально. За последние годы структура посевных площадей в основном сложенная и работает в данном направлении. Поэтому увеличение каких-то определенных культур на небольшое количество оно всегда будет. Насколько наше сельхозпроизводство готово реагировать и на вызовы рынка? Эта весна нам показала, что действительно нужно идти на эти меры. И мы увеличиваем и сел проса, мы увеличиваем сел кукурузы, что на сегодняшний день более 9 тысяч гектаров уже имеется посеянной выше прошлого года. К чему эти изменения приведут, увидим осенью. Это были цифры и факты. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова